Такая вот попалась мне публикация, задевающая патриотические чувства читателю. Называется она так – «Ходынка. Слава или позор России?». Но я сначала думал, что «Ходынка» – это там, где вот… Нет, это другая «Ходынка». Это уже современная «Ходынка». Это уже современный позор наш. Что же здесь я увидел? Ну, огромное количество фотографий наших самолетов, боевых вертолетов. Вот ребенок я вижу в кабинке, все разгадывает с удовольствием. Я даже вспомнил свое детство, как, поскольку мой отец служил и в авиации тоже, как военный врач, что иногда мне попадались свалки нашей техники, вышедшие из строя, и там можно было полазить по старым частям самолетов. И вот это называется «Музей авиации». Но такое запустение. Бетонные плиты в трещинах. Между ними трава. Кажется, что здесь никто никогда не бывает. Не ступает в нога человека. Но и аппараты валяются кое-как, некоторые, некоторые совсем разодраны на части. И все это облезает, коробится. И вот что автор пишет о публикации. Какие слова трогательные. Вот недавно в сети нарыл отличные фотографии, охарактеризовать которые, кроме как гимн головотяпства, не могу. Хочется крикнуть «И это столица нашей Родины?» Честно, это место скорее напоминает свалку, чем планируемый музей авиации и космонавтики. Какой музей? Чего музей? Как нельзя относиться к своей истории, как можно не любить себя настолько? Ведь на этом поле, где кроме как в резиновых сапогах не пройдешь, стоят никому не нужны десятки миллионов долларов народных денег. И они, как ни что другое, отлично демонстрируют нам все, что мы прожили, начиная с того времени, как начали перестраиваться. КОНЕЦ 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 Ну и по этому поводу написал эссе, которое называется «Старые машины на фоне четырех небоскребов». Это прошлое отечество на фоне безжалостного бизнеса. Да, эти старые машины на фоне четырех небоскребов, которые просматриваются за самолетом или вертолетом, как трубы огромного гигантского парохода. Эти машины находятся в запустении и в заброшенности. Ну, как и наши пенсионеры, если они не слуги народа. Это жадный бизнес, который думает лишь о доходах и производит помидоры, которые несъедобные, фильмы, которые не являются духовной пищей, а убивают душу, лампочки, которые перегорают, телевидение, которое нас не информирует, а натравливает друг на друга и формирует такой депутатский корпус, который, получая небесные зарплаты, забывает о народе, и формирует лживый патриотизм, который лишь в словах и который заманивает в страну инородцев низкими зарплатами, потому что не хочет достойно платить своим соотечественникам. Это планетарная жадность, не только русская, так и Германия постепенно становится турецкой, а Франция становится все больше и больше арабской. Жадный бизнес разрушает страну вместо того, чтобы ее созидать. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!